Юлия Гаврильевна разревелась на съёмках. Сериал «Папин и дочки возвращаются», что известно на данный момент. Игорь Синяк судится с Юликом, две Миланы соврали про свою дружбу, а Аня Покров готовит бабичек к свадьбе. Всем привет! Это канал ЛогБлогер, и сейчас ты узнаешь самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик, и тогда всё будет топчик. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся поудобнее и погнали! Прошло уже почти 4 месяца после всплывшей ситуации с изменой Юлика Дашей Каплан, но отголоски истории до сих пор остаются. Сейчас во всём приходится заново разбираться Игорю Синяку, который активно освещал эти события. И в том числе брал интервью у Лиски, обвинившей Онежка в очень плохом поступке в свою сторону. Юлик подал на него в суд за клевету, и сейчас как раз начались разбирательства по делу. Если он выиграет, Игорю придётся выплатить компенсацию в 300 тысяч рублей, и удалить все ранее опубликованные материалы, а также выпустить опровержения. Забавно, что обе стороны находятся сейчас не в России. Синяк живёт где-то в Европе, а вот Юлик в сентябре переехал в Грузию. В суде же обоих будут представлять адвокаты. Телеканал СТС официально начал работу над продолжением своего культового сериала «Папины дочки». Первым намекнула на это Лиза Арзамасова, исполнившая роль Галины Сергеевной. Она опубликовала фотку сценария, где можно разглядеть помимо её персонажа ещё и имя Веника. Это тот самый кудрявый парень, которого играл Филипп Бледный. Чему будет посвящён новый сезон, пока что неизвестно, но СМИ смогли разузнать примерно актёрский состав, который нас ждёт. Подтвердили своё участие также отец семейства Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Ольга Волкова, Нина Персиянинова и много других второстепенных. Пока под вопросом Анастасия Сиваева. А вот Александр Самойленко, который был стоматологом Антоном, узнал о возобновлении проекта также из СМИ, то есть его тоже не будет. Главная звёздочка, уже выросшая пуговка Екатерина Старшова, точно не вернётся к роли, она уехала из России и возвращаться не собирается. Отсутствует сценарий и персонаж Жени. По политическим причинам Дарью Мельникову добавили в так называемый «чёрный список» из-за высказывания по поводу мировой обстановки. Песню с нереально красивой историей написал Джаха Лип. Ещё в начале мая он впервые стал отцом, у него родилась дочка, которая дала новое дыхание в жизни и огромное количество вдохновения. Весь этот поток артист пытался выразить в песне, но долго на ум не приходили строки, либо выходило совершенно не то, что хотелось услышать. Желаемый же идеал получился случайно, когда Бах изошёл ночью в комнату к спящей малышке, увидел, как она улыбается и в моменте представил, о чём она думает. Из этих мыслей сочинился припев, а дальше плавно вытек весь остальной текст. Просто зацените, что по итогу получилось. Это только небольшой отрывок всего трека. Полная версия, кстати, уже вышла и с первого дня бьёт рекорды всех чартов. Можете послушать на ваших любимых площадках, композиция называется Доча. Тоже с детьми, но пока не со своими, сейчас активно работает Егор Крид. Сегодня состоится премьера 10-го юбилейного сезона проекта «Голос дети». Слепые прослушивания были записаны ещё в начале года, и как только их всех покажут, мы будем уже наблюдать за батлами на выбывание, а съёмки проходят в данный момент. Егор впервые за три сезона «Наставничество» заявил, что у него нет цели кого-то победить, чтобы участник его команды снова стал первым. Ему лишь хочется раскрыть потенциал каждого и дать им прочувствовать весь кайф от выступления на сцене. Я здесь не за победы, я здесь для того, чтобы каждому ребёнку индивидуально подойти и раскрыть его способности, а дальше уже как зрители выберут, так и будет победитель. В Вале карнавал хоть и физически сейчас вся в работе, но мы с ими уже давно отдыхает и ждёт новогодних праздников. Пока она к ним не готовится, так как по традиции покупает все подарки и украшения чуть ли не 31 декабря. Главным же сюрпризом для неё станет, если родители смогут приехать в Москву, чтобы отметить впервые за пять лет все вместе. Я надеюсь, что мои родители всё-таки смогут приехать ко мне в Москву, и мы впервые за очень много лет, как я переехала из родного дома, отпразднуем Новый год вместе, правда. И это будет самый крутой подарок на Новый год. Подталкивает к созданию семьи Бабича его девушка Аня Покров. Первый символический шаг в эту сторону с поимкой букета невесты на свадьбе подруги был сделан. Осталось дело за малым, купить кольцо, встать на колено и услышать заветное «да». Тем более Аня готова, вовсю носит фату, которая осталась после церемонии Махи и Коли. Возможно, до конца года приятных новостей от Артура и Нютика мы не услышим, но у меня есть ощущение, что в следующем это вполне может случиться. Никоглай с возвращения в Молдову решил больше никуда не убегать и остаться на родине. Это подтверждает покупка нового автомобиля, о чем Коля сообщил у себя в соцсетях. Модель и тем более фотку стример выкладывать не стал в целях безопасности. Его личности так вызывает сейчас много внимания, поэтому лишняя огласка будет нести только вред. Он только добавил, что давно хотел такую, возможно, это что-то из старых автомобилей, что называют классикой автопрома. Сегодня же Никоглай проведет обещанный стрим, где покажет ранее анонсированные в ролике материалы про обстоятельства депортации. Возможно, это будет не точка во всей истории, так как ему явно не хочется отказываться от хайпа, который поднялся вокруг него. Не скрывает же больше под париками натуральные волосы инстасамка. Прошло ровно 7 месяцев, как она побрилась полностью на лосо и даже опубликовала запись на своем канале. В процессе она их подравнивала, что-то подбревала, поэтому длина сейчас не такая большая. Даше же кажется, что с таким образом она стала сильно похожа на свою маму. Это подметили и подписчики, что прическа добавляет ей лет 10 к реальному возрасту. Не всегда стоит верить в публичную дружбу между звездами, в чем заставили убедиться Милана Хаметова и Милана Стар. Девочки еще перед выпуском трека ЛП, что расшифровывается как лучшие подруги, стали много времени проводить вместе. У них даже был совместный отдых в Турции. Мы слышали кучу милых фраз, подарки друг другу, но, видимо, это все было лишь часть пиар-компании новой песни. После премьеры и основных съемок девочки перестали так активно поддерживать контакт. А также вчера, отвечая на вопросы в историях, мисс Хаметова заявила, что с Миланой больше совместных треков не будет. А вот на вопрос, кого бы она выбрала из двух подруг, где Стар тоже была, она отдала предпочтение второй девочке. Странные сейчас отношения между Бустером и Катей после расставания. Девушка вчера впервые за долгое время провела стрим, развернуто комментировать ситуацию не стала, сказав лишь общие слова, которые до этого уже писала в посте. Во время же потока, некий зритель донатил ей несколько раз по 100 тысяч рублей. Личность свою раскрывать он не стал, но многим по манере общаться в сообщениях показалось, что это был слава. Катя же, судя по всему, на бывшего зла сейчас не держит. Параллельно Бустер тоже запускал стрим, и она ему кинула рейд, отчего все были в шоке. По реакции даже заметно, что он начал смущаться. Декабрь загружен работой, и у Юли Гаврилиной. Помимо финальных смен в сериале, у неё добавились хлопоты, связанные с клипом на новую песню. Вчера весь день проходили съёмки, в треке много эмоциональных моментов, поэтому будут присутствовать слёзные сцены. Шпулька даже намекнула, что плакала она по-настоящему, заново пережив какие-то болезненные моменты. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя как всегда завтра на этом же канале, увидимся уже совсем скоро.